Если на данный момент, вот сейчас мы обращаемся к нашим избирателям, к нашим депутатам, к нашему президенту, если никаких мер не примется, естественно, голосовать мы за партию регионам не будем. И такой президент, как у нас сейчас есть, это не президент. Президент, я считаю, это должен быть отец. Мы его семья, и он должен нас защищать. А получается, нас никто не защищает. То есть ему можно не рассчитывать на вашу поддержку? Да, на нашу поддержку мы уверены в том, что будут в наши адресы угрозы, потому что это все у нас криминальная идет, крыша здесь. И я чувствую, у нас проблемы начнутся. Ну, бог с ним, мы уже начали воевать, и мы от этого не отступимся. Нет, значит, мы создадим свою силовую организацию, и будем действовать, но не так, не криминально, будем действовать по закону, по справедливости, и так как это положено. Понятно. То есть вам не остается другого выхода? Нам не остается другого выхода. И вы будете... И мы будем то же самое здесь перекрывать въезды, выезды, и будем то же самое полить, и то же самое. Ну, что нам делать? Мы надеялись на него, что какая-то поддержка будет. Раз не слышат нас, раз, может быть, я не знаю. То есть законных способов добиться правды у вас нет, поэтому, наверное, вы теперь понимаете, да, почему люди у нас бунтуют в стране, и как бы, почему они выходят и делают то, что они делают. Потому что у нас закона нет, а у нас анархия, мать порядка. Да, то есть иначе нет просто способа доказать, и поэтому... Мы обратились... Вот Майдан докатился и до Тореза, получается, да? Да, да. Ясно. Нет, никто нас не услышал и не идут на наши мольбы. Мы же пришли на переговоры. И даже, да, я же говорю, так пришли к заместителю, а он сидит, улыбается, ну и что, что вы мне тут угрожаете? Мы пришли, сказали, что мы будем устраивать здесь Майдан и будем перекрывать все въезды, выезды на автовокзал, а он говорит, а вы не имеете права вас посадить, типа, на вас заведут уголовное дело. Уголовное наказание, да. Да, мы согласны, что это... То, что он ломает, он сносит, говорю, наше имущество, говорю, трогает. Повторайтесь с ним. Понятно.